Алибек, здравствуйте! Спасибо, что нашли время к нам прийти. Алибек, ситуация, детей много, как мы видим, есть уже первый И-класс. Скажите, пожалуйста, вы учитываете, что через 10 лет, когда они окончат школу, 11, плюс университет 4 года, что очень много трудовых мест понадобится? Да, конечно же, мы это учитываем, и в целом нужно отметить, что сейчас как раз-таки происходит baby boom, когда ежегодно рождается от 400 до 450 тысяч детей. Это немало. В то же время, конечно, государство у нас является социально ориентированным. Мы всегда принимаем во внимание социальные аспекты, в том числе и рождение детей. И, наверное, здесь надо смотреть больше с экономической точки зрения и смотреть это как на возможности. Так же, как на это смотрели некоторые страны, такие как Турция или страны Юго-Восточной Азии. Они росли, с ними же рос экономический потенциал. Понятно, что дополнительное рождение детей, она налагает определенные обязательства. Государство, со своей стороны, ее функция это создавать возможность обеспечивать работой, учебой, обеспечивать какими-то минимальными благами. Все это, в принципе, государством делается, и это все закладывается в основу экономического планирования. Алибек, а можно как-то точечно узнать, что будет делать? Смотрите, мы сейчас видим, что Тукжанов говорит о том, что нужно строить быстрее модульные школы, потому что сейчас уже есть нехватка. Но и возникает вопрос, ну где вы были раньше, ну почему сразу нельзя было это предположить? И поэтому вопрос, точно ли будет работа у этих ребят, которые сейчас учатся в первом классе? Во-первых, все-таки у нас рыночная экономика, и в будущем нам нужно создавать вопрос именно условия для того, чтобы наша экономика, она развивалась быстрее, активнее, и, соответственно, на ней в экономике был фундамент. Для этого нам нужно создавать, конечно, рабочие места и создавать их за счет того, что мы будем повышать свой производственный потенциал, повышать добавленную стоимость и так далее. Что касается самих школ, то да, у нас есть сейчас определенные индикаторы, это до 2025 года, согласно национальному плану развития, их было 800, то есть у нас есть цель построить 800 новых школ. Глава государства сказал, что нужно построить уже тысячу в своем послании, то есть уже план стоит для строительства тысячи школ. Это все будет, это все у нас запланировано. Помимо этого, еще же строительство школ предполагает дополнительные создания, дополнительных рабочих мест и так далее, и так далее. Здесь факторов, на самом деле, очень много, и даже если мы берем распределение населения и плотность населения среди территорий, то здесь можно увидеть имеющийся дисбаланс, над которым мы должны работать. Все южные области, города крупные, столица города республиканского значения и также западные области, они идут в рост. А северные и восточные области, они, к сожалению, их население не растет, поэтому здесь стоит вопрос перераспределения трудовых ресурсов. А скажите, пожалуйста, а вы знали, что в этом году учеников будет столько, что будет даже первый класс? Для вас это стало сюрпризом или нет? Лично для меня такого сюрприза, наверное, не было, потому что мы Бэби Бум наблюдаем уже в течение нескольких лет. Все-таки профильные министерства, они тоже планируют свои ресурсы и как что распределять. Просто вопрос в том, что в некоторых городах, таких как Нур-Султан, Алматы, Шимкент, там действительно идет рост. Его спрогнозировать можно или нельзя было спрогнозировать? В принципе, наверное, спрогнозировать это можно, но не всегда так просто это сделать, потому что есть определенные факторы, в том числе социальные, миграционные, которые напрямую влияют на количество детей. И тем более в определенных семьях есть свои какие-то устои, где детей больше становится. И традиционно, традиционных семей и так далее, особенно на юге. И здесь, наверное, все-таки сложно. Плюс еще есть, понимаете, прогнозирование, как сказать, когда дети рождаются, они довольно-таки так быстро, наверное, растут. И как-то построить школы, чтобы удовлетворить весь спрос, не так уж и просто, потому что это тоже определенные ступени экономического и бюджетного планирования. И как раз-таки один из выходов — это строительство модульных школ. Плюс здесь один фактор такой — это внутренняя миграция, когда вот между районами люди... Все едут, например, в столицу, да, и сложно... Плюс внутренняя миграция внутри самого региона. Это тоже оказывает большое влияние. Альбек, мы сегодня спросили наших зрителей, тоже задали им этот вопрос. Вот, возможно, нынешним школьникам в будущем не хватит рабочих мест. Хотя вы говорите, что хватит. Слово даете, да? Я слова не даю. Дело в том, что определенный уровень безработицы, он в любой экономике будет присутствовать, да. Сейчас мы этот уровень безработицы стараемся сдерживать, да. И он, в принципе, находится на минимальном уровне, который примерно на стабильном уровне, ниже 5%. Это такая психологическая отметка. И если государство будет правильно планировать и правильно реализовывать все меры, соответственно, у нас будут появляться рабочие места. Но вы знаете, что отвечают зрители? Вот мы спросили, что вы планируете для своих детей? Они отвечают, поедут за рубеж. Это печально или это нормально? Вы знаете, если у родителей есть планы отправить своих детей за рубеж, на учебу и так далее, наверное, это такая практика, что все родители хотят лучшего для своих детей. Многие из моих коллег, знакомых, их дети, они отправляются учиться за рубеж, работать, наработать опыт и приезжают обратно. То есть здесь, в принципе, мне кажется, нужно подходить все-таки более прагматично. Кто-то захочет уехать, кто-то захочет остаться. Но мы все-таки смотрим на то, что население у нас растет, и оно будет дальше расти. И все-таки миграционная сальда, она будет оставаться в плюсе. Спасибо вам большое, Любек, за то, что нашли время к нам прийти. Спасибо. Спасибо вам.